Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия, почтения! Очень интересный материал хочу вам предложить сейчас. Латуя. Священный огонь о потенциалах жизни. Читает Лора. Когда базовые человеческие процессы, такие как инстинктивные программы роста, развития, завершения, подведения итогов с точки зрения личных человеческих аспектов, приходят к своему завершению, то перед каждым человеческим существом встает вопрос, что дальше? Если человек встроен в коллективные поля, то существует и программа того, что дальше. Это программа сворачивания, программа увядания, программа завершения цикла, которая строится по принципу растительного мира, разрушения и соединения с экосистемой, то есть перегнивания. Можно обозначить этот общечеловеческий процесс, когда человек завершил базовые программы роста, взросления, выполнения каких-то своих основных задач и затем увядания, как этап гниения. Представьте, что каждый человек в своей жизни неминуемо приближается с каждым шагом, начиная с момента рождения к процессу гниения, как естественному процессу. Важно понять, увидеть, осознать это как естественную долю физиологической, физической основы, потому что все в этом мире, в этой игре под названием «Жизнь временно и тело человека дано на время». Сначала оно зарождается, и это прекрасный процесс творения, а затем творение завершается для того, чтобы открыть, возобновить, восстановить новый цикл на новом уровне. Пройдя круг, активировать новую весну, новое цветение, новый рост, новый источник творения. В этом цикле существует не просто движение по кругу, но также возможность движения по спирали. Это переход на новый цикл творения, на новый уровень. Можно, завершив предыдущий цикл, начать новый, имея базовое осознание и решение первого основного уровня, но не завершив свой жизненный путь в теле полностью, то есть не истлев, не перегнив в своем теле, а сохранив его, перейти на другую основу ресурса емкости. Качественный сдвиг в процессе физическом и физиологическом невозможно совершить, если не произошел сдвиг в осознании, сдвиг в мировосприятии. Это не совершается в один момент. Качественный скачок происходит как переключение, одномомента через решение, Но требуется множество шагов и множество подтверждений тому, куда ты идешь, потому что коллективное поле, которое настроено на этап гниения, является такой всасывающей трубой, которая все больше и больше расширяется с каждым шагом и сила ее увеличивается. Для того, чтобы идти другим путем, не противодействуя коллективному полю, а двигаясь в другую сторону, важно иметь эту другую сторону и соединиться с ней. Соединение с другой стороной требует от человека множественных подтверждений для того, чтобы втекать и выстраиваться. Базовая основа здесь направление внимания и альтернативное групповое поле, альтернативная система, с которой ты способен соединиться. Представьте, когда песчинка или маленькая соломинка в большой вурной реке движется в определенном направлении, то для изменения направления нужны внешние факторы. Допустим, сети рыбака, направление движения в другой поток с движением катера, когда эта песчинка или палочка зацепляется и может двигаться в другом направлении. Важно понимать, что это возможно из совместности и благодаря другим ценностям, другим целям и задачам. Это возможно делать не для себя, а из процесса произрастания, близкого к всеобщности, близкого к применению себя в потенциале возможности пребывания в едином пространстве с некой пользой. Это не польза деятельности, когда ты являешься профессионалом в определенной сфере, чему учили тебя в базовых структурах и человеческих программах. Здесь необходим выход за индивидуальные человеческие процессы и включение в смысловые задачи, в интересы в познании себя, как части творящего элемента, как части множественных возможностей, новых впечатлений. Обязательные новые впечатления и другой потенциал активности, другие основы, на которых строится восприятие мира и взаимодействие с миром. В периоде завершения жизни или приближения к нему основы, которые были включены, вшиты через коллективное и родовое пространство, через жизнедеятельность человека становятся закостенелыми останками, приобретают все более замороженный и стабильный характер. Например, раскрепиться с ними и смотреть не через призму данных возможностей, а чисто и свободно является одной из первейших задач. Следует расшатать свою систему таким образом, чтобы найти, нащупать во всем этом конгломерате, где ты настоящий. Что в тебе является ценным, важным, значимым, истинным, глубоким, нетленным, даже если оно минимально, и начать смотреть в него и питать это. Необходимо научиться тому, чтобы совершать последовательности в своей жизни новым образом, в состоянии наблюдения, присутствия, через выполнение простых задач. Погружаясь в которые, ты обретаешь новое понимание и новые принципы взаимодействия своего организма внутри себя со своим сознанием, со своим духом и со своей душой. Своего организма с окружающей реальностью, как неразрывного целого, как целого и творящего. Именно отсюда приходит питание, осмысление, удовлетворенность, наполненность, которая создает альтернативу и пробуждает другие основы памяти генетических кодов на уровне физических клеток, на уровне физиологии. И запускает принципы совершенно иного, нового смыслового развития человеческой системы, когда она переходит из стадии движения в гниение и увядание в стадию кристаллизации. Набора структурированности, четкости и первоосновы. Идет набор важной и значимой первоосновы, которая несет в этот мир упорядочивание, структурирование и высшую базу, становясь самому человеку основной структурированной системой опоры для упорядочивания, гармонизации, систематизации и высшей структурированности. Окружающего мира, в том числе социальной среды, уровня личного познания, уровня взаимоотношений и взаимодействий, уровня углубления и уровня расширения во взаимном процессе перетекания. Когда ты становишься структурированной основой, то есть переходишь из накопления личных структур, которые можно сравнить с различными формами сакральной геометрии. Одни из них шаровидные, которые выражают систему нижних тел, далее кубированные. Это другие формы сакральной геометрии, которые в итоге переходят в хрустальный стержень. Этот стержень больше не способен функционировать самостоятельно, потому что в нем нет объема. Отсутствие объема не позволяет человеку быть социализированным, распознаваемым, узнаваемым. Если брать процесс увядания или гниения, как раз этот объем начинает в какой-то момент просто сжиматься и усыхать. Если у человека была база для кристаллизации и находятся высшие смыслы, то стержень активируется, но человек часто становится очень-очень слабым в это время. Вы можете видеть таких людей, высохших внешне и внутренне. Это касается мозга и физического состояния. Однако, если хрустальный стержень может являться частью большой системы, допустим, частью какой-то пирамиды, состоящей из множественных треугольников или другой формы, октаэдра, додекаэдра, различных объемных фигур, систем, которые имеют не просто контуры и грани, но множественные прочерчивания. Каждая из прочерчиваний – это система определенного человеческого существа, достигшего своей кристаллизации. Тогда человеку не нужен объем, потому что у него есть всеобщая задача, всеобщий принцип. Всеобщий принцип присутствия. И его питает иная система. Процесс перетекания для перехода в иную систему – это активность, жизнеспособность, радость, смыслы, одухотворение, способность быть признанным, передавать и тот опыт, который накопил в базе человеческих программ, когда было взросление, становление, наработка качества, переход в высшее осмысление, подведение итогов. Теперь уже возможен взгляд из новой позиции. Дополненный и достоверный. Усиленная алгоритмичность может послужить для других осмыслением, протяжкой в будущее на более качественной основе, даже без передачи способом рассказа, а просто своим примером, просто присутствием, просто тем, что ты являешься таким и находишься в данной системе, в данном объеме. Тогда внешний облик является наполненным, гармоничным, отражающим состояние удовлетворения и состояние циркуляции. Именно этим, как новым направлением мы уже начали заниматься, мы уже включаемся в этот процесс для того, чтобы находить конкретные шаги, конкретные простые алгоритмы для переключения, перестроения, повышения качества, повышения удовлетворенности, для создания единых ритмов, для учитывания внешних факторов и вплетения себя в более высокое понимание и представление. Вместо того, чтобы погружаться в процесс дряхления и заболевания, мы начинаем обретать возможности нового осознания, осмысления новых качеств, свойств, возможностей, новой связи с миром, познания, смыслов, интересов, наполнения, способов взаимодействия, передачи и включения себя в творящее начало, становления проводником. Это путь не ухода от реальности и социального взаимодействия, а путь погружения в себя и одновременно путь, когда ты, активируя в себе максимальные основы, максимальное качество, имеешь возможности для взаимодействия Твоим способом через раскрытие твоих уникальных потенциалов проявлений, того, чем, кем ты являешься. Этот процесс может быть длительным, поступательным и непростым, требующим прохождения множественных шагов и этапов, но этот процесс сразу привносит смысл бесконечности, открывает путь тебя в некий потенциал не ограничения, а напротив, прорастания, проживания. Даже если ты, обретая этот новый сдвиг, новый всплеск, новый интерес, по каким-то причинам, соображениям, выходишь из воплощения, то, выходя не на угасание, а на усиление, на росте, ты обретаешь затем опять новые возможности. Здесь речь идет не о выходе, напротив, а о качественном, ежемоментном, ежедневном, ежечасном впечатлении от проживания, наполнении яркостью своих образов, продлевание этих образов в окружающее и активация собой через себя процессов жизни, обретение высших состояний, состояние с высшими состояниями, проживание из высших состояний, распаковывание нового на другом качественном уровне, на уровне единения, в том числе с теми, кто движется тем же путем. Обретение своего рода общности, когда процессы семейные более не являются для тебя в человеческом представлении, в программном представлении первостепенными. Ты обретаешь некую общность, будучи слитым, с которой ты становишься настолько наполненным, соединенным, свободным, что это уже формирует возможности и соединение с собой, присутствие в себе и сохранение уединения, расширение, прорастание в любом месте, с любыми другими людьми, существами, потому что за тобой стоит не просто родовая сила, а сила некоего другого уровня, другой ветви смыслов. Ты являешься частью гармоничной сети состояния общины, присутствия, которое знает ценность, которое знает нечто важное, значимое, несет это в себе, как священный огонь внутри. Ты можешь уже сейчас это уловить и ощутить, насколько это другое состояние, это родилось как возможность, и совместно мы будем продвигаться шагами к этому Бога человечеству, которое существует в некоем объеме, потенциале жизни, развитии, в большей частоте присутствия, открывая и привнося в этот мир высшие состояния, высшие структуры, высший образ и облик себя. Активируй это в своем облике и своей позиции жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...